ДИСКО СЦЕПЛЕНИЯ ДИСКО СЦЕПЛЕНИЯ ДИСКО СЦЕПЛЕНИЯ ДИСКО СЦЕПЛЕНИЯ Всем привет! Вот как-то мне пришла в голову диодская мысль сделать часы из диска сцепления И он наконец-то решил формить эту мысль В своем распоряжении я имею вот такое вот диск сцепления Кто в курсе, кто знает зачем это и от чего это Кто не в курсе, не забивайте себе голову Это запчасть от автомобиля Если хотите узнать подробнее, погуглите ДИСК ОЦЕПЛЕНИЯ В частности, данное диск от автомобиля АК Он довольно-таки маленький, компактный Думаю, для многих целей идеально подойдет Как понятно, данный диск будет выполнять роль циферблата На нем будут нарисованы цифры ну и шкалы Так же, кто в курсе кто не сказал В центр еще была вот такая приблуда Которая вставляется в периодичную ось Не забивайте голову светим В общем, тут есть Он стоит из трех пластин Первая пластин, вторая и посередине еще одна В принципе, данная приблуда держалась на средней пластине Данный диск был разобран То есть, тут есть заклепки которые держат пластину На этой стороне они были сточены Данная пластин Данная пластин Вынята средняя пластина Ну и положены на диски И выбиты кувалды данная приблуда Она здесь не нужна нам В принципе, он Не зеркальный диск С одной стороны он выпирает больше Чем с другой И я не подумавши Когда срезал заклепки Надо было С этой стороны стирать Потому что так как Выпуклая Сторона будет наружней А с этой стороны будет крепиться Сам Часовой механизм Но я как-то сегодня не учел Ну и придется ставиться так Ну в принципе С этим разобрались мы Что будет основой Часы Я пошел купил Такие часы Дешевые В магазине фикс Понравится за полтинник Вот они Крапка Часы Flax Уже не первый раз Крапка купила Что-то фикс Чтобы купить на запчасти В принципе Простая схема Сам часовой механизм И корпус В котором установлены Ну и циферблат Стрелки То есть То что нам нужно Довольно компактно Маленький Ну и сейчас Давайте быстренько Это все Выну из корпуса И продолжим Так Ну вот Я вынул Самый часовой механизм Ничего сложного Здесь просто вставляется Крапка Поделить И высовывается Да Она нам уже не нужна Может где-нибудь пригодится Вот Самый часовой механизм На самом корпусе Механизм Наклеен циферблат Ну вот Стрелки Разбивается все легко По шкалу А Стрелки Просто Снимаются Кстати Если Не хотите Нарушить Положение Стрелок А то Удивительно Вы должны Поставить их В единое Допустим Часовую Минутную Будильнику Поставить Двенадцать И что Когда вы будете Собирать ее То У вас Но нам это не особо нужен, так как стрелка-базильник будет убрана Она нам не нужна Полицейник вас снимается легко Пока что-то упало Ладно, пойдем попозже Снимается элементарно Перепуть их потом невозможно Так, а вот это у нас Ага, оригинально В общем, циферблат Печатан на обычной картонке И приклеен на двух стороне скотч Ну, в Китае что с ним поделать Вот у нас циферблат Вот механизм, кстати На корпусе есть циферблат уже расположен Не знаю, зачем это Ну и вот сам Ну вот, как мы понимаем, данный корпус будет крепиться с этой стороны Ха-ха-ха Я считал одну вещь В общем, на диске есть такие бугортики Под пружинки И они мешают То есть, корпус не заходит в эту плоскость И не может прилегать ровно В принципе, можно как-то так закрепить Но это будет ненадежно В принципе, данный Гортик в нескольких местах Может быть сточит И чтобы данный механизм прилегал к этой плоскости И чтобы можно было как-то более плотно закрепить То есть, давайте Надо будет сточить с этой плоскости Как сточут Так, и все подложим Так, и снова всем привет Как обычно, продолжаю снимать видео Спустя, наверное, неделю-две Как начало делать В общем Сходил и сточил данные бугры Все эти выступы И теперь данный Часовый механизм сюда вставляется Просто идеально Ничего не задевает Стачивал я банально болгаркой Просто, как видите, отметил по контурам Где должно стоять Это И где тут было Пересечение Я их просто сточил болгаркой В принципе, готовительные работы с данным Практически завершены Давайте перейдем к самому числовому механизму То, как вы поняли, уже есть Функция будильника И он нам здесь не нужен То есть, он Как бы использоваться не будет И чтобы избирать каких-нибудь конфузов Срабатываний Никакого не надо Мы удалим отсюда Данный динамик То есть, пищалку Пьезоэлемент То есть, разбирается Все элементарно Снимаем крышечку На всякий случай Патрион Сека Снимаем вот эти крутилки Которые Ключают за время И время будильника У водка Вот здесь Такие Защёлочки С двух сторон Просто берем Плоскую отверточку Стоим под нее И поддеваем И немного Сдвигаем Так же С другой стороны Только надо аккуратно Чтоб все запчасти Не разлетелись Хрен знает куда Аккуратненько Аккуратненько Снимаем Аккуратненько Снимаем Аккуратненько В принципе Видим Простейшая схема Шестеренки Кварц Пищалка И магнитная катушка Катушечка В принципе Тут Система механизма Катушечка Собираем Все Обратно Надеваем Катушечку Сверху И Ставим обратно Данные Регуляторы То есть Даже Можно поставить Один Отвечает Часовую минутку Второй Отвечает За Будильник Может ставить Может не ставить Он нам Как бы тоже не нужен Итак Осталось проверить Манипуляции Часы все еще работают Или нет И Слышим Они работают Так Теперь дальше 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 Будем решать Вопрос Со стрелками В принципе Поставим Родные Стрелки То есть Родные Стрелки И Сам У них Небольшой Вылет Есть И Получается Сам Небольшой Вылет Находится Внутри Данного Выступа И Причем Минутная Стрелка Даже Больше Данного Выступа И Причем Минутная Стрелка Даже Больше Данного Выступа Из Стрелки Мы Будем Делать Стрелки Чтобы Они Не мешали Покажу На примере Вот Такой Фиг Мы Просто Изогнем Стрелки Таким Макаром Они Будут Ось И Они Будут Крутиться То Получается Вот Выступ Который Тут Он Будет Обхудить Собственно Надо Будет Сделать Стрелки Такого Типа Из Данной Жести Размер Можно Сразу Отметить Даже С запасом Берем Берем Маркер Все Что Нужен Где-то Вот Такая Длина Собственно Отрезаем Делим Две части Потому Что Данного Кусочка Хватит Даже На 3-4 Стрелки Нам Нужно Только Две Такие Пластинки Которые Будут Уполнять Роль Стрелок Дальше Так Как Минутная Стрелка Немного Нужна Мы Укротим Методом Отрезание В принципе Чувствую Две Стрелки Одна Часовая Другая Минутная Другая Вот Получаются Стрелки Теперь Корпус Папет Нам Нужно Они Идеально Помещаются И Будут Собственно Уполнять Функции Стрелок Что Дальше Нам Надо Определиться Длиной Данных Наших новых Стрелок Как Нам Это Выяснить Очень Просто Берем Одну Стрелку Прикладываем Сначала И Где Кончается Данная Стрелка Мы Сгибаем Приложим Отметим Маркер Вместо Сгиба Отметим Вместо Сгиба И Теперь Взял Анну Пластинку Приложим Стрелок Стрелок То Толщина Он Должен Чуть Больше Толщины Также Берем Стрелки И Прикладываем Вот Скажем Вот Вот Цепляется И В этом месте Делаем Отметим Даже Чуть Чуть Дальше Вот Так Вот И Опять Изгибаем Опять Берем Пускогубчики И Делаем Еще один Изгиб Вот Так Вот Затем Ключилось То Что Нам и нужно Стрелочки С Таким Изгибом С Этой стороны Они Будут Крепиться К Обычным Стрелкам То есть Приклеим Или Даже Отожму Так Вот А Этим Они Будут Ключиться И Показывать На Время Итак Вот Я Изогнул Стрелки И Таким Макаром их прикрепил Просто Загнул Таким Макаром Ну И Впоследствии Немножко Капнул Здесь Суперклея Чтобы Нам Было Надежнее Стрелки Ну Я Их Обрежу Они Будут Ромбовидным И Покрашу Белый Цвет Банально Лаком Для ногтей Таким Остается Еще Разметить Сам Циферблат И Я укажу Тут Только Основные Это 12 3 6 9 А Остальные будут Просто Черточки Собственно Делать Я Буду Белым лаком Для ногтей Потому Больше Особо Нечем Формат Цифр Я тоже Выбрал Сейчас Покажу Сами Цифры Будут Такого Формата Система Видно 3 3 6 9 12 Почему Такой Мне захотелся Остается Их Нанести На самом Циферблате И Продать Окончательный Кондор Стрелкам Чтобы Придать Точное Расположение Цифр Я Вырезал Такой Кругляш Это Был Как Мишень В Лучше Удачи Подошел По Размеру И Отметил Некоторые Видно Отметки 12 6 6 9 И Так же Тут Нанесся Стальные Виды Разметить Собственно Давайте Я сейчас Этим И займусь На камеру Делать Не буду Здесь Ничего интересного Итак Вот Нанес я Разметку Вот Циферблат Получилось Скажем Не так Как я изначально Хотел Не видно Облики Так Что Так Будет Видно Вот так Немного Небрежненько Особенно Цифра 12 Тонковата 3 Кривовато Д6 В принципе 6.9 более-менее Но В принципе Изначально Когда я Закончил Мне не особо Что-то понравилось Вязать Но потом Как-то Получилось Зовно-таки Интересно Такой Небрежный Стиль Чувствую Неплохо Кстати Еще один Был проблема То есть Сам механизм Часовой механизм Уступал За это И как она была Отодвинуться В принципе Решил Довольно Просто Взял Пару Саморезов По дереву И вкрутил В отверстия Ну Тут Клепки Были Клепки Дырки Часовая И Минутная Не Стал Я их Ничем Красить В принципе Красить не было Весь Лак Для ногтей Я потратил На циферблату В принципе Я решил Оставить Мне Как по мне Снулся Довольно Неплохо Также На данном циферблате Место Клепок На некоторых Были дырки В неудобных местах Конкретно Вот здесь На цифре 12 На 6 И на некоторых Этих сторонах Я решил Проблемы Довольно Просто Я Взял Холодную Сварку Обычную Двукомпонентную Эпоксидку В каком-то смысле И тупо Залепил Эти дырочки И Ещё Покрыл Лаком Сверх Циферблат Ну Такой Есть у меня Лак Лак Пластик Предназначен Для покрытия Печатных плат То есть На любой печатной плате Есть некое покрытие В основном У нас зелёное Синее или красное Защищающее дорожки Точно Лак Для этого Предназначен Но У меня был использован Как и обычный лак И что он придал Такой интересный Глянцевый Вид Что Ещё лучше По моему мнению Улучшило Внешний вид данного Циферблата Вот Можно заметить Было вот так вот С задней стороны Такая Маматовая И С задней стороны Такая Глянцевая Как по мне Смотрится просто Превосходно Давай сейчас Поставим Стрелки На место Вот Вот В принципе Вот В принципе Выглядит В собранном виде Ничто Нигде ничего Не задевает Всё прекрасно Ходит На камеру Стрелки Слишком Отсвечивают Стрелки Но Если смотреть Так Нигде То Они прекрасно Заметны Вот Так Это Собственно Выглядит В результате Так Сам Часовой Механизм Я Прикрепил На двухсторонний скотч И он тут Держится Нормально В принципе Можно было Добавить сюда Немного Термоклея Но Я думаю Это излишним Так Никаких физических Воздействий Часов Данные Часы Они просто Будут повешены На стенку И будут так Висять В общем Учился такой Интересный проект Собственно Был он Придуман Как некая шутка Можно сказать Так Прикол Но Всё-таки Я решил Воплотить его Получилось Немного не так Как я хотел Но Мне кажется Получилось Не хуже Такой Небрежный Стиль У часов Не знаю Канавить ли это Часы Под определение Постапокалиптический Это вот так Вот Ну Довольно Интересный Проект был Мне он Понравился Данные часы Займут место В автосервисе Ну не в автосервисе В гараже Типа автосервиса И будут там Висеть Собственно На этом всё А Хотя в принципе Нет Надо ещё Вставить батарейку Работать ли они Ты боишься Что они могут не работать Ну Мы слышим Как тихо Часовой механизм Если тихо Часовой механизм То часы полностью В исправном состоянии В принципе Даже Если Часовой механизм Был повреждён И не работает То Замена будет Элементарная Покупки ещё Одних часов За 50 рублей Отклеиваем Этого И Ставить Стрелки Ну в общем Как то вот так Надеюсь данное видео Вам понравилось И было интересно Подписывайтесь на канал Будет ещё много чего интересного Всем удачи И пока